Всего добрейшего, дорогие друзья и подписчики, гости нашего канала. И сейчас вы услышите сказ о том, как Кристина и Алексей посчитали себя достойными прохождения челленджа Дом за 20 минут, как у Джеймса. Кто не знает, кто будет Джеймс, ссылочка будет в описании. Это западный синьер, который очень миллионник. Мы посчитали, что мы можем как Джеймс, что мы не хуже, чем Джеймс, что нам-то как два пальца. Чтобы Асфальт построить дом как Джеймс. И мы сделали бросок, рандом, ролл. У Кристины шесть жильцов, у меня два. И решили, что сейчас мы перейдем к постройке. И через 20 минут мы получим два топовых стартера. Которые сможем... Уделать этого Джеймса. Уделаем Джеймса и сможем раздать их на нашем канале. Типа смотрите, какие крутые стартеры мы построили, как мы можем. Но в итоге вы их не найдете на нашем канале. Да, стартеры, конечно, в раздаче вы эти не найдете. Я даже не уверена, что вы их захоронили. И сейчас вы узнаете почему. И сейчас вы узнаете почему. Потому что быть как Джеймс, конечно, наверное, попытаться-то было можно. Но вот все дело в том, что Джеймс, скорее всего, не дурак. Не пальцем деланный. И написал себе... Ну, если не сценарий... То есть я потренировался, расстроился. Да, может быть, потренировался и написал себе сценарий. Ну и вообще, в принципе, может быть, Джеймсу даже не понадобился сценарий. Ведь он реально крутой строитель. В отличие от нас. А мы, наверное, даже со сценарием в этот челлендж не прошли. Но мы решили, что мы можем больше. Что нам не нужен никакой сценарий. Зачем? Тренироваться, готовиться? Нет. Не нужно. Мы решили, что мы все сделаем сейчас сразу. Со старта, на импульсе, на одном желании. На вот этом вот желании. Что нам стоит дом построить? Что нам стоит? А вот оказалось, стоит 20 минут. И вот мы сели. Один сидел с телефоном. Сначала села я с самым видом, потом сел Алексей. Ну да, мы решили, что так как я опытный в строительстве, то, конечно, мне будет проще построить дом, чем Алексею. И я покажу ему пример, а ему потом уже будет не делать моих ошибок, не совершать будет и прочее. И он, естественно, тоже справится. И вот мой дом мы видим с розовой стрелочкой. Алексей дом увидим внизу с голубой стрелочкой. И время ускорено у нас на 300%. Чтобы вам не было так скучно. Чтобы у вас из глаз не шла кровь ручьями, красными кровами. И слезы. Почему слезы не лились? И вообще, чтобы вы... Как так, больно с трудом. Да, чтобы вы могли посмотреть это и не сойти с ума. Потому что это зрелище не для слабонервных. Если вы слабонервный, выключите это видео. А не смотрите его. Не советую. Потому что это кошмарный сон строителя. Да. Вот. Снял Старик, привет. Время на таймлайне почти прошло семь с половиной минут. И посмотрите, какие у нас результаты. У Алексея ванна. Видите, она уже готова. Она почти готова. А у меня прям, смотрите, я так разошлась. Я декорировала. Но забыла один очень маленький, но важный момент. Маленький. Нюанс. Маленький. Совсем такой маленький. Я забыла окна. Да. Зачем окна людям? Так вы думаете? Вот Крис подумал, зачем мне окна? Зачем окна? Действительно. Во-первых, лишняя трата. Да, крыша тоже не нужна. Кто крышу делает? Нет, крышу я планировала успеть сделать в конце, но потом я про нее вообще забыла. То есть это маленький спойлер. Вы увидите, что нет. Если вы думаете, что у меня удобно будет крыша, ее не будет. Окна тоже не появятся. Только внутренняя отделка. Алексей же, наоборот, обстоятельно, медленно, обстоятельно. Он начал с ванной и решил полностью сначала сделать ванну, потом перейти к следующему помещению. Я его уже подгоняла. Говорю, давай быстрее, быстрее, быстрее. Ты видел, сколько у меня уже за это время было на дикаре? Она говорит, а подожди ты, Кристина, давай быстрее. Да, а я ведь, я так строила, строила. Но это какой-то рай для человека, который не хочет вообще даже смотреть на улицу. Рай социофоба, да, наверное, социопата для кого? Нет, нет, нет. Здесь же большая семья, шесть человек. Это, знаете, это во время... Это для вампиров рай. Они же солнце не любят, чтобы на них не падали. Может быть, это стартер, да, для семьи вампиров без окон. Вот, да, нортный переезд. Да, это, короче, просто я... Я очень старалась, но забыла. Вот, улетел из клавы. Алексей, видите, уже перешел. Это 12-я минута. А я, Кристина, добилась своего. И я просто... Постерево, ты самый дешевый, ставь все сюда. Ужасная вытяжка нет, не похожа. Давайте вот эту. Алексей... А, мы же забыли сказать, сам Влад, деньги же были ограничены. Да, мы деньги не меняли. Бюджет у нас еще был по 20 тысяч, что-то потому что мы делали именно стартеры, чтобы можно было с ними поиграть. А вот Джеймса не было ограничений по деньгам, поэтому Джеймс... Ну, это у Джеймса, кстати, код Bibimove Object, я не помню, вводили мы или нет, по-моему, вводили. Вводили, вводили Bibimove Object. Потому что я еще и спрошу, Кристина, напомни код, напомни код, как вы ему вводим. Алексей, кстати говоря, ну, не с долго до строительства, а он посмотрел, то есть почему он еще так отчаянно решился на это все, отписался в этот движ, он посмотрел, да, он смотрел дачные дома, на сайте с недвижимостью, и там были планы, соответственно, техдомик, он вдохновился еще. Да, 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 сейчас такие дома строят классно, посмотрите все. Вот, а я по стандарту там настраиваюсь, пыталась, как я привыкла, я не знаю, вот зачем мне какие-то вещи, просто вот очень хотелось поставить, я настолько мне это все поглотила, что я забыла про все остальное. Это как жизнь, Кристина, че нам шкаф, но мне он нравится, я не знаю, зачем мне, но он мне нравится. И сейчас стоит у нас в ненужном месте. Вот, а кому интересно, я очень рекомендую вам попробовать пройти этот челлендж без тренировки, без подготовки, потому что, когда вы смотрите это у других, вам кажется, ой, ну это фигня, сейчас все легко, я сейчас все сделала. Ну или думать то, что, ну, я смогу, это не, может, не фигня, но я смогу. Когда у тебя тикает таймер, что-то происходит в голове, я не знаю, как это объяснить. И это вторая половинка тебе говорит, это называется стресс. И это вторая, вторая, понимаете, говорит, ну так быстро уже, смотри, что-то уже, время, две минуты, ты куда уже? И все, это... Потому что вот, когда начинается вот этот вот таймер, и ты, оп, это как знаете, это как со словами, то есть у тебя только что было 30 готовых фраз, там 25 анекдотов в голове, и чувак говорит, расскажи анекдот, и ты такой, ладно, анекдот, и все забыл, ничего не можешь помнить. Вот здесь то же самое, типа, а, давай, построй другой, ты раз, и, оп, и все забыл, и начинаешь делать абсолютно какую-то нелепую вещь. Ошибки даже, как бы. Вообще, то есть, какую-то творительность дичь, которая тебе в здравом уме, в общем, в голову не придет. Причем, смотрите, почти конец уже, вот последние остались секунды, думаете, я сделала крышу? В итоге нет, конечно, нет, зачем? Я сидела и думала, что еще можно добавить, чтобы стало красиво? Кристина, добавить нужно было окна. А она думала про зеркало. А я думала, что, наверное, не хватает зеркала, потому что что-то как-то пустовато. А я сделал великолепный санузел. Последние секунды строительного своего ролика Алексей зашел в туалетные коврики, ребят, и бросил глиняный коврик, даже не рядом с унитазом, а просто в центре ванной. Так, это для того, чтобы ты когда с ванной слезаешь, по нему о нем качишься. Что в последние секунды хочется сделать, да? То есть я искала зеркало, там пытался Алексей, коврик положил, глиняный ванной. Давай посмотрим твой домик, да. А вот конечный результат. У меня сочетался нос на Мирвике. Все внутри красиво, но без окон. Без окон, хорошо с дверьми. Ну да хоть продвижница. Хоть дверь и сделала, спасибо на дом. Не, прикольно. Кухня у тебя большая, просто мне нравится. Нет, интерьерно, может быть, оно было бы ничего, но будь здесь окна, окон-то нет. Не только интерьерно, но и планировка, наверное, с твоей. Окон-то нет. То есть подразумевалось, что здесь будет гостиная такая, совмещенная с прихожей, как ни странно, да? Тут будут спать родители, будет распадная кровать. А здесь будет детская, ведь я даже не забыла про палаточку для игры детей. Даже поставил какой-то одинокий стол для того, чтобы эти четверо на минуточку детей делали уроки. А Алексей, мне кажется, справился лучше с задачей. Ну, я просто насмотрелся. У него крутые, смотрите, получились окна абсолютно классные. Я хотел чисто с тем, вы знаете, панорамная, которая... Ну, мне нравится идея вот этой с подоконнишкой. Но они не встали, почему? Наверное, потому что я что-то напутал с крышей, и поэтому... Мне понравилось. Вот здесь классно смотрятся эти окна. Здесь чуть-чуть доделать, в принципе, и получится вполне годный стартер. Ну, на мой взгляд. И смотрите, главное не забыл. Телевизор большой, во всю стену человек повесил. Что нужно? Кровать, комод, тумбочки и телевизор. Потому что, ну как без него? Еще приставку бы там на пол бросить? Я хотел. Вообще идеально, но не нашел приставку. Нашел, спешил. Зато коврик нашел для ванной. Глинин сейчас увидел этот коврик. Ну, конечно, я люблю коврик. Смотрите, лежит. Ой, боже. И халат повесил. Халат. Халат один, а дом на двоих. Халат черный. Видимо, точно не для меня. Строил, говорит, думал про нас. Я строила, думала про семью Говарна. Вот, примерно так. Тебе халат не нужен. Что думаете? Чей дом вам понравился? Больше. Как вы считаете, кто лучше справился с задачей за 20 минут? Смогли ли мы делать Джеймса? Хотите ли вы сами попробовать? Может быть, кто-то пробовал. Расскажите. Сможете ли вы сами построить? Да, кто не пробовал, попробуйте. Реально интересная штука. Реально смешная тема, потому что мы, когда это все уже отсматривали, написали, смотрели, мы просто ржали. И окна в тот толчок напротив горшка. И, друзья, оставайтесь с нами. Надеемся, что мы вас порадовали этим видосиком. Пока-пока. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok